Ну что ж, друзья, сделаю вам обзор всего пляжа, ну и точнее правой его части, если смотреть с моря Геленджика. Посмотрите, сколько народу. На самом деле пляж Битком, просто огромное количество людей. Я сейчас попробую приблизить и все вам показать более подробно. Мы посмотрим на эти толпы, толпы людей. И вы сами видите, в воде люди стоят. Где какая глубина? Где-то, конечно, поменьше, где-то побольше. Ну прямо кишат, кишат, кишат люди, огромное количество. Все отдыхают, на улице жара, купаются, загорают. Ну, наверное, мне кажется, десятки тысяч людей здесь, если всех посчитать. И на всех пляжах, то действительно десятки тысяч людей в данный момент собрались в Геленджике. Вы сами это видите. И это только, скажем, зона пляжа. Ведь есть еще пешеходная территория, где просто люди прогуливаются, ходят. Ну а здесь огромное количество народа. Просто гигантское. Как я понимаю, то, конечно, большинство это все приезжие. Местные жители не так часто купаются на пляжах. Любят они уединенные места или какие-то лагуны, где поменьше людей на самом море. Здесь же просто толпа людей. Ну, думаю, опять же, чтобы уехать куда-то в такое место уединенное, нужно время и куда-то далеко ехать. Если хочется быстро искупаться, то вполне реально сделать это и здесь. Ну, вот такие вот здесь кадры. Столько здесь народу. Покажу вам сейчас еще раз в обратную сторону мы проедем. Чуть-чуть приближу и рассмотрим все более внимательно. Снимаю все буквально с рук, с набережной. Точнее, с причала, знаете, где отчаливают корабли. Отсюда веду съемку. На корабле сам не катался, но хотя хотел бы, конечно. Цены очень приличные. Там около 1000 рублей на взрослого, чтобы сделать экскурсию. Ну, вы сами понимаете, если несколько человек, это уже там 2-3 тысячи. Цены на самом деле огромные. Мне это не очень нравится. Ну, что есть, то есть. Я вам просто передаю, рассказываю всю информацию. Ну, красота. Вы посмотрите, сколько народу. Красота. Люблю я, на самом деле, когда много людей. Все равно это хорошо, потому что мы люди. Мы друг другу помогаем, даем какое-то развитие. Когда мы видим такую массу людей, то понимаем, что мы, по крайней мере, не одиноки в этом мире. Начинается какая-то реклама. Людей призывают, видимо, куда-то искупаться, сходить. Хочется еще показать. Я, наверное, вам покажу другую сторону пляжа сейчас. Это вот как бы правая половинка. А затем я сейчас переведу камеру, покажу левую часть пляжа. Тоже, думаю, будет очень-очень интересно. А вот здесь прямо посмотрите, сколько голов, да, в воде торчит. И там еще сколько людей. Картинка, конечно, феноменальна. Кажется, что просто как какой-то муравейник из людей. Действительно муравейник из людей. Но мы все это фиксируем, все это снимаем буквально в прямом эфире. Заодно вы можете увидеть, как хорошо и далеко снимает видеокамера. Еще, наверное, сейчас поприближаю корабли. Ну, различные участки моря, так скажем. И сравним вообще приближение. В данном случае я увеличил все 80 раз. с оптическим увеличением, чтобы вы понимали. Той камеры Панасони, которые я часто снимаю Луну. Она миниатюрная, хорошая. То есть, если надо что-то приблизить, рассмотреть, очень удобная вещь. В общем, пляж гигантский, пляж шикарный. Самое главное, что он песчаный. Сейчас я вам еще покажу. Давайте до конца там не пойду. Кораблики мы посмотрим. Сейчас еще покажу вот эту сторону пляжей. Тоже будет интересно. Здесь уже все выглядит немножко по-другому. Но в любом случае люди есть. Самый ближний – это вот здесь вот пляжик. Люди купаются рядом, как раз с тем местом, где отчаливают корабли. Ну и там дальше, оказывается, есть пляжи, о которых я не знал. Вот это мне было интересно. Вот там вот чуть дальше. Сейчас я вам покажу. Вон, видите, ветерочек дует, конечно, сильный. Тоже, оказывается, различные пляжи. Они отгорожены. То есть каждый пляж имеет свое название. Песочек, камней нет, я смотрю. Ну, можем приходить и сюда купаться. Но, видимо, здесь разница в том, что кто ближе живет, тот там и купается. Кто-то живет далеко отсюда, поэтому выбирает пляж, который ему подходит. Некоторые люди живут здесь ближе, и они выбирают вот эту водичку. Так, и там еще дальше. На самом деле огромное количество пляжей, кафешек. Люди и там лежат, загорает, я смотрю. Я, знаете, глазами это все не вижу. Вот, помогая только камерам все приблизить и рассмотреть. Потому что, сами понимаете, это далековато. Смотрим с вами в экранчик видеокамеры. Ну, все, что фиксируем, то и фиксируем. Сверху, видите, над пляжем есть пешеходная зона, где люди уже ходят. И просто-напросто гуляют. Вечерами здесь очень много людей. Вот, видите, толпы, толпы. Кто-то заходит вновь, купающийся, кто-то вон выходит. Ну, и в итоге огромное количество людей. Детишки, взрослые. В общем, Геленджик на самом деле сейчас в самом разгаре. Середина лета 2022. Вот таким образом все здесь выглядит. Ну, не могу уже приближать те дальние. Там еще я смотрю люди. Давайте я покажу вам корабли, яхты. Вот, например, яхточка, которая сейчас, видимо, будет отшвартовываться. Ну, цена у них у всех где-то около тысячи рублей. Может быть, сам дешевый 800, а так около тысячи. Люди, как туристы, садятся и едут. Морская такая прогулочка. Еще здесь очень много кораблей. Вот Саламандра, теплоход стоит такой. И дальше, дальше там еще яхты, корабли. Все это бесконечно. Вот давайте теперь я вам приближу немножко солнце. Может быть, другой берег. Вот яхта подплывает. Как раз мы сейчас ее посмотрим. Наверное, такая круизная яхта. Люди купались, отплывали в море. И вот еще посмотрите, сколько там много катамаранов. Я смотрю, катамаранов просто огромное количество. Катамараны стоят там где-то 800 рублей в час, кажется. Ну, в общем, примерно такая цена. А сзади катамаранов еще сколько людей, да? Вот так вот берут катамараны, плавают где-то по морю. Много-много народу. И сейчас покажу вам еще тонкие и толстые мысли с правой стороны. Это уже как бы бухта, где все заходит. Вон там. Мы посетим это местечко с вами еще обязательно. И поснимаем солнышко. Там тоже пляжи, но пляжи уже каменистые. Тут интересно еще посмотреть, что происходит с водой. Ниже она уровня моря или выше. Вон байдарочники. То есть виден ли изгиб воды на таком расстоянии. Сейчас я попробую камеру зафиксировать получше. Вот так я уперся ей. И мы приблизим самые отдаленные объекты. Тот дальний пляж. И, в принципе, людей видно. Ноги немножко в воде. Не уходит та часть куда-то прям под море. А сколько же людей катаются тут на байдарке? Я смотрю, ведь почти что в открытом море. Достаточно опасно, но они плавают. И вот мы приближаем. Видите, какую вообще дальнюю яхту. Очень-очень далеко находящуюся отсюда. Вон что-то черное в воде. Может быть буи. И вот вы сейчас просто посмотрите. Сейчас я с помощью цифрового увеличения увеличил 150 раз. Я отдаляю назад. Вот подумайте, как сильно мы можем приближать Луну, когда смотреть. Вы видите, все. Как будто бы этого корабля там и нет. А чтобы увидеть, вот так вот приближаешь. Только тогда мы можем увеличить дальние участки. Также, может быть, там и увидим другую землю. Но это будут наши следующие эксперименты. Вот такая красота в грижаке, друзья. На этом я говорю всем вам удачи. Мы скоро увидимся. Продолжайте смотреть видеоролики. Все самое интересное только впереди. До новых встреч. Поехали. Пока. И... Дум.